Надо, знаешь, вот они сидят, вот, потом вот эту ножку тоже вот тянуть обязательно. Вот так вот, смотри, слышите, да, Миссия? Вот так, вот, вот эту ножку обязательно вот. Только не вот так разворачиваться, а вот, вот, вот идёт, вот. Видишь? Вот у тебя разворот, потому что ты идёшь назад, у тебя должно быть вот. Вот. Да-да-да, вот так вот нужно обязательно тянуть. Слышите, да? Да? Это правильно. Да? Чё, болит что-то? Что болит? Денис, колени в пол, сзади в пол давит. Сзади в пол давит? Ну, а как ты хотела? Ну, давай-ка ещё раз сядь, идти. А почему меня не давит? Ну-ка, садись. Ну? А потому что, знаешь, почему? Растяжки не хватает. Я так, почему сижу? Потому что я ещё могу со стула сесть. Поэтому надо со скамеечки тянуться. Абсолютной победительницей Кубка России по художественной гимнастике, проходившего в спорткомлексе «Рубин» с 8 по 10 декабря, стала московская спортсменка Алина Кабаева. У гимнастки это уже шестая победа подряд. Алина является абсолютной чемпионкой Европы, победительницей всемирных юношеских игр, абсолютной победительницей игр доброй воли. После награждения нам удалось встретиться с чемпионкой и задать ей несколько вопросов. Первый – о победе. Конечно, трудновато было. Ещё холодно в этом зале. Но ничего, я смогла преодолеть свои трудности и выигрывать соревнования. Вы в Пензе в первый раз? Да, первый раз. Наш город Алине понравился сразу. Хороший маленький городок, хорошие люди здесь. Есть ли у вас братья и сёстры? У меня есть сестрёнка младшая. Ей сейчас, скажу, ей 12. Ей зовут Лисанна. Но младшая сестрёнка к спорту почему-то равнодушна. Нет, она просто учится, учится язык, просто учится. Мы поинтересовались мнением Алины по поводу нашумевшего интервью с сильнейшей гимнасткой Аиной Зариповой, опубликованного недавно в еженедельнике «Аргументы и факты». За огромный гонорар спасменка снялась в мужском журнале «Плейбой». И теперь ей поступило предложение от одной престижной фирмы поработать в качестве фотомодели. Статья называлась «Эротика в спорте». А, знаю, знаю. Но я не читала. Я видела там фотографии. Какие же планы у Алины? Наверное, из Сиднея 2000 года, Олимпийские игры? Конечно, как у всех спортсменов стать Олимпийской чемпионкой. А вы знакомы с пензенской спортсменкой Евгенией Бочкарёвой, ставшей бронзовой призёршей Олимпиады в Атланте? Да, очень хороший знак. Как вы считаете, сможет ли стать Бочкарёва перспективным тренером? Конечно, если занимает вторые места, если она работает, почему бы и нет. Хороший тренер, значит. Я просто их не видела. Я говорю, ну у меня всё получится. Были ли слёзы в глазах у Алины Кабаевой, когда она проигрывала на соревнованиях? Когда я была маленькая, я ужасно переживала и ужасно плакала. Когда я подросла, я поняла, что это спорт, значит, судьба такая. Самое яркое впечатление о самой красивой победе. Конечно, чемпионат Европы. Где Алина стала абсолютной чемпионкой? Также мы задали вопрос о тренерском составе, с которым в настоящий момент работает спортсменка. У меня очень много тренеров, которые со мной работают. Террина Александровна Вина, Вера Николаевна Шатальна, Хриограф, Вероника Борисовна. Ну, что я могу сказать. Очень хороший тренер, вы сами видите. Хочу им пожелать, чтобы они больше со мной работали, конечно, как и сейчас. Любили меня, как я их. Не знаю даже, чем им пожелать. И здоровья, самое главное. Чтобы больше оставались в этом спорте. Ну, а мы пожелаем Алине удачных выступлений на предстоящей Олимпиаде в Сидны. Пусть она по-прежнему радует всех болельщиков своими блестящими победами. Мой класс, мой выпускной. У меня этого не было. И фотографии. У нас есть одно видео, которое мы сейчас посмотрим. Серьёзно? Мы поздравляем с праздником наше дорогое училище. От отделения художественной гимнастики желаем всем педагогам и спортсменам счастья и здоровья. Поздравляем! В каком году вот этот сюжет? Вы помните, что это было? Мне кажется, вот я тоже, вот Женя, Женя, вот отпоряжает меня. Нет, просто я фанатка. Мне кажется, действительно, это 95. Судя по моему, я знаете, как узнаю, по моему комбинезону на видео и по моему упражнению. Я думаю, что всё-таки это вот 95-й, максимум 96. Нет, 95-й. Вы всех узнаёте здесь? Конечно, конечно. То есть, получается, по левую руку от меня это Амина Зарипова, вот с которой мы и приехали из Ташкента. Самая крошечка маленькая слева это Алина Кабаева. Справа была это Аня Шишова. Она выступала в групповых упражнениях, чемпионка мира, Европы. А ещё вот правее, крайнее справа, это Юлия Барсукова, олимпийская чемпионка 2000 года. Она сейчас работает в училище. Да? У вас, да? Кем? Тренером. Ну, она сейчас тренер Дины Арина Авериных, наших главных звёзд в художественной гимнастике. Руководитель структурного подразделения. Евгения, а у вас фото есть? У меня фото только выпускные. И тогда на тот момент не было ни фотоаппаратов, ни телефонов. Был один стационарный телефон, по которому мы звонили раз в неделю своим родителям. В училище попала, в седьмом классе поступила. Мы были маленькие очень, мы со второй девочкой ещё поступили, Алина Коцарь. Нас называли Микки Маус. Почему? Мы были очень мелкие. Ну, я вообще от природы, вот, очень маленькая, ростиком. То есть мне даже в 18 давали от силы 12 лет. Ну, что-то ты выше меня, ну ладно. Я потом выросла в 17-18 лет, у меня очень такой резкий толчок роста произошёл. Вот. Я там жила полтора года, тренировалась. Такой непростой момент был, потому что тогда увеличились нагрузки, уже и требования больше пошли. Нам ставили план. Например, мы когда поступали, нам условия директор ставил. На первенстве России. С первого по третье. У меня шок был, потому что предыдущие соревнования первенства России я занимала 37-е место. Я подхожу к тренеру и говорю, а каким образом я могу войти в тройку, если я была 37-я? Говорит, всё нормально, успокойся. Ты получше стал. У тебя получат. Я говорю, понятно. И как бы, ну, вот этот момент все очень переживали, что отчислят из училища. Прям вообще паника такая была даже, скажем так. Ну, слава богу, получилось. Знаете, когда вот Яна рассказывала про вкусняшки, я вспомнил, мы беседовали когда с Винером, как она жёстко вообще пресекала вообще любые вот поползновения, что-то вкусное съесть. У вас тоже воспоминания остались? Ой, у нас прекрасные воспоминания. У нас наверху было кафе. Так. И там работала девушка, которая готовила невероятно вкусный Наполеон. И когда мы приходили, она закрывала дверь, чтобы никто не видел. Мы ели её. Невероятно вкусный Наполеон. На всю жизнь мне запомнился этот Наполеон. Это было невероятно вкусно. Вот. И, ну, такие моменты тоже запомнились. Так как мы много очень тренируемся в художественной гимнастике. По восемь часов бывает. И когда у нас, в принципе, были подготовки к первенству России, основным соревнованием таким отборочным, да, на чемпионаты мира. Соответственно, мы тренировались по две тренировки. Не ходили в школу, а сдавали. Потом нам давали после соревнований неделю, чтобы мы прямо учились. Вот. И такой был момент радости. Мы ходили лечиться. Лечиться. Физиотерапия, да. Электрофорез, я помню. Боже, это такое наслаждение было. Я, включайте, на какую вы хотите мощность. Я лежу, отдыхаю. У меня 10 минут перерыва. Это такой вот был, да, момент. Меня с буфетом очень история заинтересовала. Наполеоны остались? Буфет остался. В этом буфете. Мы как придем, первым делом буфет должен быть. Слушайте, буфет для художественной гимнастики против показа. Столовая, крайне. Я-то это знаю, поэтому я спрашиваю, как вы вообще это дело там контролируете. Ну, буфета нет. Буфета нет. Прихода меня его уже не было. Но у нас замечательная столовая. И я вам скажу, мне очень-очень приятно, когда у нас очень часто происходят различные сборы по различным видам спорта. Приезжают там с ближайшего, ближнего, вернее, зарубежья, с Белоруссии, Казахстана и так далее. И когда тренеры приходят ко мне и говорят, Георгий Ильич, мы не понимаем, от чего зависит питание. Вот у нас там не кушают спортсмены. Что-то остается, это показатель, да, если спортсмен не покушает, что-то им, значит, что-то не понравилось. А у вас просто все наши спортсмены довольны питанием и так далее. Как это, за счет финансирования или за счет чего? Я думаю, здесь все вместе. И самое главное, чтобы руководитель, директор сам с подносом подходил на раздачу, снимал пробу, как-то так сказать, и контролировал. У нас очень хорошо налажено, не знаю, как в то время, когда девочки учились, у нас идет контроль и разный стол. Для гимнастики выдается, детям не дадут то, что им нельзя кушать. Только для художественной гимнастики есть определенное меню. Для боксеров оно другое, для борцов оно другое. Я догадываюсь, да. Но единственное, для директора все можно. Про фотографии говорили, а в училище есть какая-то фотогалерея? У нас все коридоры увешаны фотографиями наших знаменитых спортсменов. Училище очень гордится своими выпускниками. 24 олимпийских чемпиона, 78 призеров Олимпийских игр. И вот для меня это очень большая ответственность и гордость, что я руковожу таким замечательным учреждением. И всем хочется сказать спасибо. Вы кумиры всей страны. Для чего-то нам страны. Вы миролюбимица. Конечно. Что-нибудь вы скажете тем девочкам, которые сейчас учатся и вообще училищу? Что пожелаете вы? Ну, конечно же, хочу пожелать удачи, успехов, веры в себя. И я все время говорю юным вообще спортсменам, что без поражений не бывает побед. Я хочу пожелать, чтобы они любили то, чем они занимаются. Любили своих тренеров, педагогов, потому что тренеры, в свою очередь, отдают свою частичку своей души. И чтобы вместе достигали высот, преодолевали сложности. И самое главное, да, верили в мечту и шли к своим целям. Ну что ж, мы гордимся вами. После рекламы мы поговорим о том, как в целом за последнее время изменился район Измайлова. И какие новые возможности появились у его жителей.